Импортозамещение. Слово, которое уже не один год звучит из всех политических рупоров, как то, что должно вызывать особую гордость. Заменяют продукты, авто и авиапром и другие товары узкого и широкого потребления. Добрались и до лекарств. Правда, люди оказались к этому не готовы. И региональные Минздравы, в том числе и наш Алтайского края, утонули в потоках жалоб и судебных исков, связанных с закупкой лекарств. Казалось бы, какая разница, например, между ибупрофеном и нурофеном? Первый наш отечественный, второй зарубежного производства. Может быть, подобные лекарства действительно не сильно отличаются, разница лишь в цене. Но есть отдельная категория импортных препаратов, которые жизненно необходимы ограниченному кругу больных. И с ними в стране возникли серьезные проблемы. Это оригиналы препаратов для заболеваний, приводящих к тяжелой инвалидности. Муковисцидоз. Редкое и очень тяжелое генетическое заболевание, при котором нарушается работа ферментов, вследствие чего в легких и других органах накапливается слизь. Раньше больные муковисцидозом не доживали до 18, сейчас могут прожить и 50. Правда, только в Европе. Это вот все препараты. У нас тут запас на три месяца. То есть мы спокойно будем жить, зная, что у нас есть какой-то запас. Ну, запас, сами понимаете, он быстро кончается. И, соответственно, наша уверенность тоже тает буквально каждый день. У семилетней Маши муковисцидоз протекает в тяжелой форме. Четверть легкого девочки уже не дышит. А к болезни добавилась еще одна проблема – импортозамещение. В Россию входят важные препараты, проверенные на таких больных, которые действительно помогают, которые лечат, дают им силы жить дальше и развиваться и полноценными членами нашего общества. В ближайшие годы оригинальные препараты для лечения муковисцидоза могут исчезнуть из аптек. Их заменяют на дженерики – российские аналоги. Под импортозамещение попали ферменты, антибиотики и составы для ингаляций. И чем больше замен, тем хуже детям. Российские лекарства либо не действуют, либо дают побочки. Родители говорят, что им не оставляют выбора и фактически проводят опыты на детях. Многие дженерики не прошли полных клинических испытаний. Я не спорю, есть эрмиталь, дети у нас, они его принимают. То есть я не могу сказать, что это вот все, заменили, это очень плохо. Есть дети, которые принимают эрмитали, которые прибавляют вес, то есть у них нету тех реакций нежелательных. Используем один дженерик, он не помогает, давайте другой используем. А это упущенное время, это вены наших детей, потому что терапия долгая, дозы высокие антибиотиков. Это и здоровье опять же. Среднестатистический ребенок с муковисцидозом принимает минимум 20 капсул только одного препарата. То есть упаковки хватает на 2-3 дня. При этом стоимость импортных лекарств за пачку больше стоимости отечественных примерно на 200 рублей. Разница не заоблачная, но экономия превыше всего. Чтобы больных муковисцидозом услышали, они вышли на главные площади страны. Даже семилетние дети понимают, что без препаратов они могут умереть. Их родители и взрослые муковисцидозники требуют не отменять поставку зарубежных лекарств. Только в Алтайском крае муковисцидозом болеют 49 детей. И если новые правила заработают, у них есть очень большой риск не дожить до 20 лет. Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний, при котором в организме неправильно всасывается фермент инсулин. Бывает двух типов. Независимо от них, уровень сахара в крови человека высокий. Это дает осложнение на глаза, ноги, почки, сердце и нервную систему. Остановить осложнение способны только отслеживание давления, диета и инсулиносодержащие препараты. В мире практически 450 миллионов человек живет с сахарным диабетом. Их количество с каждым годом только растет. Это и наследственность, и стресс, и неправильное питание с большим количеством сахара и жиров. Есть диабетики на инсулине – это уколы или помпы, а есть те, кто принимает таблетки. Обычно таблетки назначают диабетикам, заболевшим после 35 лет. Таким, как Роман. Он не так давно живет с диагнозом, а уже испытал все прелести российского импортозамещения. Закупали французский. Я сейчас так на скидку не вспомню название. То есть импортный французский хороший инсулин. Потом с какого-то времени врач мне сказал, что все, французского больше не будет, будет отечественный. Я спрашиваю, а как, отечественный лучше или хуже? Говорит, ну хуже, конечно. И таблетки, и инсулин для уколов отечественные. Касаемо таблеток, Роман пока не видит сильных побочек. Но отмечает, что сахар падает медленнее с начала приема отечественных препаратов. А вот родители инсулиновых детей уже несколько месяцев оббивают пороги Алтайского Минздрава, чтобы добиться закупки зарубежного инсулина. Потому что отечественный не прошел клинических испытаний. Со слов родителей, им практически напрямую говорят, попробуем, а вы скажете, есть побочка или нет. Почему они не покупают русские отечественные машины? Поэтому же федеральному закону номер 44. Автомобиль, Форд, Эскорт. А почему не Лада, Калина? Эндокринологи говорят, что нет одинакового инсулина. Препараты отличаются по составу и подойдут не каждому пациенту. Повально заменить импорт на российское нельзя. С помпами ситуация еще хуже. Мало того, что их не хватает, так еще и препарат, произведенный в России, не был для них предназначен. Да, проводились исследования на биоэквивалентность. Они делались на здоровых добровольцах. То есть они не исследовались непосредственно на пациентах с сахарным диабетом. И как отреагирует иммунная система у больного человека, неизвестно. Моментальных побочек инсулин не даст. Он может давать осложнение незаметно. Поэтому через 10 лет диабет может превратиться из контролируемой болезни в тихого убийцу. И болеющие им дети могут не дотянуть до пенсии. Фенилкетонурия. С этим диагнозом в России рождается один из 10 тысяч детей. Редкогенетическое заболевание, при котором организм травится веществом фенилаланин, которое содержится во многих продуктах питания, особенно в животном и растительном белке. Так и не скажешь, что 9-летняя Соня Сажина чем-то вообще больна. Она активна, позитивна, любит много гулять и играть. За улыбчивостью девочки нельзя увидеть, что она сирота и у нее фенилкетонурия. Девочку воспитывает бабушка. В школу с таким заболеванием Соню не взяли из-за диеты. По времени это обязательно соблюдать временной режим, обязательно рассчитывать диету в зависимости от роста, веса и возраста. Вот моему ребенку 9-летнему при ее росте и весе можно съесть в сутки около 7 грамм белка всего. Это два кусочка хлеба нашего пшеничного и больше ничего. Отвратительный на вкус и запах аминокислотные смеси, безбелковое питание – основа рациона Сони, плюс препараты, ферменты. Фенилкетонурия – жизнеугрожающее заболевание. Необходимые элементы для лечения должно закупать региональное министерство здравоохранения. Однако в нашем случае часто что-то идет не так и девочка не получает помощи. Питание вот в 19-м году нам не выдавали ни разу. Мы закупаем сами в интернет-магазинах. За рубежом? Да, и за рубежом в том числе. Потому что у нас есть как бы одно предприятие, которое выпускает продукцию для безбелковую и малобелковую. У нас в России. Но оно качество не очень хорошее. Приходится покупать в три года дорого. Я могу, к примеру, сказать, вот сосисочки банка немецкие, сосисочки, 202 грамма, там 6 маленьких сосисочек. Они стоят почти что 900 рублей. 202 грамма безбелковых сосисок Соне хватает на день. Если не получать питание бесплатно, в месяц только на него уйдет больше 30 тысяч рублей. Это пока Соне 9 лет. Но девочка растет, и количество питательных веществ должно увеличиваться. А инвалидность, к слову, у нее могут снять уже в 14 лет, и она будет лечиться за свой счет. Эпилепсия. Это хроническое заболевание. Это судорожные припадки, которые возникают из-за избытка электрических разрядов в клетках мозга. Они имеют разную форму тяжести и частоту, вызывают усложнения на органы. В науке известно 48 форм эпилепсии. Ей болеет больше 50 миллионов человек по всему миру. Эпилепсия может привести к летальному исходу, если человеку вовремя не оказать первую помощь при приступе, либо если он неудачно упадет во время судорог. Эпилепсию можно купировать, но если организм человека не способен сам с ней справиться, то она полностью разрушает его мозг. Саша 13, и большую часть жизни он живет с эпилепсией. Лечение только в Москве. Лекарства, выписанные там, местный Минздрав выдавать не спешит. Медикаменты маме Оксане приходится выбивать через суд. Переписка с министерством не помещается в одну папку, и это все ради нескольких пачек лекарств. На сегодняшний день зарегистрировано, не зарегистрировано, все прошло через нас, а сейчас мы сидим на незарегистрированных препаратах. Импортозамещение по эпилепсии, оно абсолютно нерациональное. Мы пили Топомакс, есть российский Тепирамат, и сразу же ребенок дает приступы. Не зарегистрированные на территории страны препараты отдельная проблема. Некоторые из них запрещено вывозить из страны производителя, а некоторые опасно покупать за свой счет. Могут арестовать. Тем не менее, если есть разрешение на закупку по рецепту, препарат обязаны предоставить в региональном министерстве. Но если Минздрав не идет навстречу, родители выкручиваются и заказывают лекарства в сети. В случаях, когда людей арестуют за получение лекарств от эпилепсии по почте, десятки. Оксана тоже была в группе риска. Я вынуждена была просить всех, кто мог. Я вынуждена была и сама этим заниматься. То есть я летала в Москву, фирма мне привозила препарат, я выкупала и привозила его сюда, в Сибирь. А выход-то какой? Выхода другого нет. Я думаю, что любая мама ребенка, зная, что есть хоть где-то, да хоть под землей, хоть с той стороны земли. Препарат, который смог бы ее ребенку облегчить состояние здоровья, я думаю, любая мама бы пошла на это. К слову, бесконечная гонка за лекарствами и постоянная смена препаратов больным с эпилепсией сильно вредит. Организм изнашивается. Оксане и другим родителям таких детей помогает только суд. Вот они и подают иски, чтобы получить очередную партию лекарств, как положено, за счет государства. Как выяснилось, импортозамещение не единственная проблема лекарственного обеспечения. Как во всей стране, так и в Алтайском крае. В нашем регионе проблема особенно остра. С инсулином экспериментируют немногие регионы, а мы впереди списка. Со слов диабетиков, врачи даже не скрывают, что российский инсулин – это экспериментальный препарат, но его испытания проходят не как в Европе на добровольцах, а в принудительном порядке на всех. Инцидентов пока, к сожалению, нет. И самое печальное, что инциденты будут, когда будут препараты заменены гораздо позже. Допустим, с сахарным диабетом, да, пройдет не один месяц, а может быть даже год, и когда начнутся проблемы по импорту. В результате того, что принимают они не импортные препараты отечественные. Но на последнем столе переговоров в Министерстве региона мамы и папы детей диабетиков все-таки добились своего. Импортный инсулин будет закуплен, но неизвестно надолго ли сохранятся эти изменения. Пока Минздрав готов идти навстречу массам. Проблемы остальных заболеваний, упомянутых в материале, решаются уже на федеральном уровне. В борьбе за право на полноценную жизнь подключились и лечащие врачи пациентов с генетическими заболеваниями. Наши дети получают не самое лучшее, а самое дешевое. К сожалению, очень немногие больницы возьмут у мамы ею купленный препарат и им начнут капать ребенка в стационаре. Налетит Росздравнадзор и будут санкции для стационара на данные игнорирования импортозамещения. Это не решение проблемы, это уход от ответственности и перекладывание ее на плечи родителей. Муковисцидозники тоже добились своего. Федеральный Минздрав постановил, что импортные лекарства для лечения муковисцидозы все же закупят. Отказаться от женериков призывают врачи другого профиля, включая даже онкологов. Что касается ввоза незарегистрированных лекарств, Госдума разработала новые правила их получения, чтобы ситуация с арестами родителей не повторилась. Также повысились требования к министерствам в плане регулярности закупок лекарств. Для эпилептиков также есть хорошие новости. Незарегистрированный ранее противосудорожный препарат Фризиум завершает процедуру регистрации и становится полностью законным. Хорошие подвижки все же есть, но какой ценой. Больные люди и их родители отбивают пороги министерств, буквально живут в больницах и в судах, чтобы получить те таблетки, которые государство обязалось выдавать бесплатно. К слову, наш Минздрав очень долго отвечал на запрос о лекарственном обеспечении. Письменный ответ гласит, в 2019 году на закупку лекарств и спецпитания ушло 219 миллионов рублей. Это региональные и федеральные деньги. Однако наша героиня с фенилкетонурией, например, при этом так и не дождалась продуктов питания. Также в письме сказано, что финансирование лекарственных закупок растет. Но вот почему-то Оксана и Саша с эпилепсией больше трех лет бьются за каждый препарат в суде, выигрывая все иски. В Минздраве края говорят, что им не хватает федеральной поддержки. Федерализация и регулирование цен государством могли бы помочь в этом вопросе. Допустим, регион закупает орфанные препараты на одного или двух пациентов. А в стране, например, с этим диагнозом живут 100 человек. Сконцентрировав закупки в одних руках, федеральное министерство может вести переговоры с представителем производителя о снижении цены. В заключении письма стандартная фраза. Лекарственное обеспечение орфанных пациентов на контроле министерства. Я думаю, что ни одного человека не устроит такая, мягко говоря, обтекаемая формулировка. Нужны какие-то конкретные действия. Но, увы, комментария на камеру чиновники министерства так и не дали. И это уже не в первый раз, когда дело касается темы лекарств. И вроде бы нечего скрывать. Однако, почему-то сказать, что все под контролем, проще, чем обнажить ситуацию, как она есть. Публичная тем временем, истории наших героев говорят сами за себя. Они не дадут проводить над собой эксперименты и рисковать жизнями их детей. Чего бы им это ни стоило. Полина Жданова, Илья Халяпин. Специально для телеканала Толк.